Бог в нас самих. Овидий. И дьявол там же. Юрий Петухов. Просто на пару с Овидием накидали эпиграф для книги. Чисто наравне. В этой рубрике я читаю плохие книги и восхищаюсь их авторами. Потому что хорошую книгу любой дурак издаст. Ты попробуй пробиться вот с этим. Юрий Петухов, с чьим творчеством мы сегодня познакомимся, это настоящая легенда. Возможно, в силу возраста вы этого не помните, но он вас строгал своим талантом. Даже если вы не читали тексты Юрия Петухова, вы наверняка видели жуткие обложки журнала «Приключения Фантастика». Они выходили в издательстве «Метагалактика» Юрия Петухова, и я хочу себе его самооценку. Если говорить про графическое оформление, то на сайте у Юрия Петухова есть баннер, который говорит о какой-то обиде на Сергея Лукьяненко. Сайт, на который ведет этот баннер, уже давно не обслуживается, так что нам остается только согласиться. К сожалению, денег у издательства хватало только на талантливых графических дизайнеров. С редакторами было хуже. В дебютном романе «Ангел возмездия» Юрий Петухов несколько раз пишет «гумоноид». Проверочное слово «гуманность», но если бы Юрий Петухов знал про гуманность, он бы не писал свои книги. Больше всего в этом романе печалят не ошибки, а лексика, которой пользуются герои. Действие романа по большей части происходит в 2477 году. «Ну что, фраер, будешь трепыхаться или как?» «Потрепыхаемся немного», — спокойно ответил Иван. То есть в 25 веке, где, как мы позже узнаем, есть межзвездные перелеты и контакты с другими цивилизациями, люди по-прежнему используют слово «фраер». «Я в тутошнем околотке, Ванюша, мазь держу», — приговаривая так, Гук Хлодрик распутывал узлы. Получается, что за 450 лет мы не только не избавились от вредного влияния воровской культуры, мы еще научили говорить на фене другие космические расы. «Тебе надо мотать отсюда, понял?» «За океаном сейчас совсем хреново, не скроешься от легавых». А в России, я думаю, тебя не сразу сцапают. И, видимо, в 25 веке Россия по-прежнему не подчиняется международному праву. Возможно, в этом будущем космические дальнобойщики по-прежнему качают на флешки сборники «Шансон в дорогу». Грустно, что даже фантасты, люди с самой богатой фантазией, не верят в перемены в России. Я думаю, что среди моих зрителей есть люди, которые хотели бы изменить свою жизнь, найти себе работу по душе и сделать хорошую карьеру. Я знаю, что это звучит экстравагантно, но такие люди точно бывают. Но перемены, будь то новая роль славян в судьбе вселенной или новая профессия, это всегда страшно. Поэтому особенно ценно, когда есть возможность попробовать что-то новое бесплатно и без обязательств. Такую возможность дает образовательная платформа «Нитология» и ее бесплатный курс «Диджитал Старт. Первый шаг к востребованной профессии». Вы попробуете себя в разных интернет-профессиях и поймете, что вам ближе. Программирование, аналитика, маркетинг, дизайн или управление. Вы пообщаетесь с экспертами, узнаете про зарплаты и вакансии. Еще вы получите рекомендации карьерного консультанта, а самые активные студенты получат грант на обучение. В «Нитологии» курсы разрабатывают вместе с экспертами практиками. Это нужные на рынке знания, за которые компании готовы платить. Помните, у вас было что-то похожее в универе? Не помните? Конечно, потому что этого не было. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный курс «Диджитал Старт. Первый шаг к востребованной профессии». Если захотите сделать ваши отношения с «Нитологией» платными, то не забудьте про промокод «Чужой». Он даст вам скидку 45%. И не бойтесь перемен. Вдруг именно они приведут вас к той самой идеальной работе и идеальной зарплате. Так вот, будущее. Роман «Ангел возмездия» начинается с того, что родителей Ивана, главного героя, какие-то жуткие инопланетяне ради забавы убивают в открытом космосе на краю вселенной. Это были холодные, нечеловеческие глаза. Такие могли быть у насекомого, у ящера, глубоководной рыбины. Хотя нет, ни у одной земной твари, даже самой мерзкой и отвратительной, не могло быть таких безжизненных и страшных глаз. Не знаю, почему-то воспринимаю эту фразу как личное оскорбление. Выполнять карательные операции инопланетянам помогают шестиногие стройные киборги. Не знаю, бывают ли толстые киборги и нет ли тут объективации киборгов, но это просто странное предложение. Но не это вырвало крики из горла женщины и сдавило сердце мужчины. У последнего из вылезших был зажат в жуткой когтистой лапе с множеством корявых изогнутых пальцев ключев их малыш. И на нем не было ничего. То есть их смутило то, что их ребенок голый. Не знаю, насколько легче стало бы матери, если бы ее ребенок был в открытом космосе в трусах. Или в шапке. Еще интересно, что одного из главных злодеев в этой вселенной называют Верховный Демократор. Странно, что эту книгу еще не экранизировали на деньги Министерства культуры. Иван каким-то образом выживает в открытом космосе, возвращается на Землю и становится лучшим космодесантником. И если честно, я так и не понял, как именно он это сделал. Годы спустя он решает отомстить и отправляется убивать инопланетян в ту же систему. Там он никого не убивает, но узнает, что готовится вторжение на Землю и возвращается домой. На этом роман заканчивается, а чтобы узнать продолжение, видимо, нужно купить собрание сочинений Юрия Петухова в восьми томах «За косарь на озоне». И поверьте мне, я буквально на грани того, чтобы это сделать. Потому что это настолько плохо и непонятно написано, что даже интересно, как развивается стиль автора. Немногочисленные внятные места украдены у других фантастов. Например, во время прыжка через гиперпространство Ивану является его мертвая жена Светлана. Запомните это славянское имя. Светлана удивительно похожа на живую, но Иван понимает, что это всего лишь мираж. И что это украдено из Соляриса. Или еще в этой книге есть космодесантники, которые знают, что дальний космос вредит их душей и мозгу. И что те, кто летают часто, остаются в одиночестве без семьи и друзей. И странно, что это место не называется «Зона». Интересно, что Борису Стругацкому показывали произведение Юрия Петухова, и он сказал, что Петухов – графоман. Теперь при поддержке Метро можно почитать отдельные странные пассажи. Разговор сначала перешел в перепалку, потом стал переходить в склоку. Это же настолько разные вещи. Читаешь это и думаешь, вау, так и до дрязги недалеко. Юрий Петухов вообще мало задумывается о том, комфортно ли тебе, как читателю, сидеть с томиком Ангела Возмездия. Недаром они напоминали сверхгигантских и уродливых гибридов земного грифа с гадрианским рогатоголовым гнилоедом. И читатель такой «Ааа, гадрианский рогатоголовый гнилоед». Тогда понятно. Он один в течение трех суток с половиною сдерживал круговую атаку гергейских псевдоразумных оборотней. Нам просто предлагается поверить, что это круто. Не рассказывается ни как они выглядят, ни сколько суток круговой атаки выдержит обычный человек. В целом, с таким же успехом можно спросить отца-алкоголика, где он был последние три дня, и он ответит, что сдерживал атаку псевдоразумных оборотней. Возможно, Юрий Петухов сознательно отключает у читателя фантазию, чтобы тот не замечал другие огрехи в тексте. Гадина оторвалась от него и прыгнула в угол сферического помещения. Прыгнула в угол сферического помещения. Известный феномен. Примерно за 500 лет до этого с таким же сталкивался футболист Евгений Савин. Великолепная передача, и попала мне на угол головы, и залетела в дальний угол. В самый сложный момент приключения, когда монстры совсем прижали, Иван зажмурился, и ему вспомнился старенький мудрый священник из Вологодского села. Как с ним приятно было коротать в беседе зимние вечера. Он бы все сейчас отдал, чтобы очутиться вновь в жарко натопленной избе с разукрашенным морозом оконцами. Жители Вологодской области. В 25 веке вы по-прежнему живете в жарко натопленных избах. И вам, возможно, до сих пор не провели газ. Через всю книгу проходит мысль, что славяне должны пройти некий цикл развития и стать сверхрасой. Я не могу это подтвердить конкретными цитатами, потому что Юрий Петухов не смог. Но это там есть. Чтобы внимательно изучить вопрос, я прочитал еще одну книгу Юрия Петухова «Первые истоки русов». И еще потому, что я две недели болел коронавирусом. У меня было время. В отличие от «Ангела возмездия», это не роман, а нон-фикшн. Вообще, нон-фикшн предполагает, что книга основана на фактах, но Юрий Петухов свой нон-фикшн тоже выдумал. Согласно этой книге, все народы мира, кроме азиатов, и это никак не объясняется, произошли от славян. И, соответственно, все мировые достижения наши. Учитывая тот факт, что Аристотель был по происхождению русым-индоевропейцем, мы вправе считать его одним из основателей философской школы русского космизма. Согласитесь, теперь псевдоразумные оборотни не так удивляют, да? Думаю, что завтра пойду в шоколадницу и потребую славянский салат с маслинами и сыром фета. Теперь вас не удивит, что мы с вами арийцы, на нас светит ярила, а река Иордан — это яр-дон. Какое у этого научное обоснование? Эти слова, похоже, звучат. А еще мы с вами арии-ярии. Яры-жизнестойкие. Видели группу Ария? Все же понятно. Этноним армяне означает арии-маны, ярии-люди. Все это дает нам основание считать предков армян русыми-индоевропейцами. Во-первых, лично я очень рад, что System of a Down — это теперь русская группа. Во-вторых, получается «ман» и в славянских языках означает «человека». Получается, Ямайка тоже наша? The South will rise again, man! Правда, есть опасения, что Юрий Петухов не идеально знает свой предмет. На протяжении всей книги «Ангел возмездия» главного героя Ивана ведет вперед имя его погибшей жены, славянки Светланы. Правда, Светлана — это не славянское и даже не церковное имя. Считается, что впервые оно появилось в начале 19 века в поэме Александра Христофоровича Востокова «Светлана и Мстислав». Но если ты прям разбираешься в лингвистике и славянской культуре, ты по-любому это знаешь. Но может быть, что мне подкинули ложные воспоминания гуманоиды. Пока я вам это все рассказывал, у вас в голове наверняка формировалось некое подозрение. Время к нему обратиться. Да, по всей видимости, Юрий Петухов показывал свои книги Михаилу Задорнову. Двух этих гениев объединяет еще одна вещь — нелюбовь к Америке. В США, по данным Сидни Шелдона, 36% неграмотных и еще 20% малограмотных, способных читать только комиксы и вывески. По данным Сидни Шелдона, автора политических триллеров, как можно доверять Сидни Шелдону? Он же не ученый и не славянин. Кстати, в этой рубрике я стараюсь вам советовать не только плохие книги, но и какую-то альтернативу. И если среди вас тоже есть малограмотные, то для вас моя сегодняшняя рекомендация. Издательство Boomkniaga прислало мне классный комикс Персиполис «Маржанца Тропи». Он рассказывает о взрослении иранской девушки во время и после Исламской революции. Возможно, вам покажется, что эта книга вообще никак не связана с темой сегодняшнего видео, но... Иран изначально Аран-Яран, страна Ариев-Яриев. Это Персия, что значит По-Русия. Данная этимология подтверждается не только при посредстве лингвистики, но и самой историей. То есть это комикс о жизни простой славянской девчонки. Получается так. Так вот, за счет того, что мы славяне такие крутые, мы можем позволить себе немного отдохнуть. Италия пусть шьет башмаки, ночные рубашки и штаны. Германия пусть производит автомобили. Япония пусть штампует телевизоры. Франция пусть засыпает мир шляпками. Америка пусть выдает компьютеры. Есть страны-сапожники, страны-портные, страны-повара и виноделы. Страны-техники, штампующие машины и приемники. Страны-трутни. И есть страна и народ, которые являются мозгом, душой и сердцем земной цивилизации. Это Россия. Хорошо, если так. Но когда такие вещи пишет настолько некомпетентный человек, почему-то наоборот хочется, чтобы мы работали больше и производили штаны и компьютеры. На всякий случай. Но это опасная мысль. Не все знают, для чего запустили в мир спид, лихорадку Эболи и бешеную говядину. Почему накатывают вдруг опустошительные наводнения. Зачем экуменизируют христианские церкви. Почему вдруг стала повальной мода на гомосекс и лесбиянство, на однополую любовь. И для чего половое воспитание вводят с детского сада. И почему в Христа стало верить немодно и отстало, а нетрадиционные религии и сатанизм объявляются элитарными. И к чему вдруг плодят миллиарды пацифистов и наркоманов. И зачем накачивают пивом и травят табаком юных школьниц. Ну, по описанию похоже на День Металлурга. Но вообще, конечно, это делается для того, чтобы мы с вами забыли про наше истинное предназначение. Быть лучше других. Я надеюсь, что после этого ролика вы стали мудрее и приблизились к космосу. Не забудьте отблагодарить нас с Юрием Петуховым и поставить лайк под этим видео. А также можно подписаться на этот канал и посмотреть другие ролики в плейлисте «Плохие книги». Это очень важно для Вселенной. Еще можете подписаться на мой инстаграм. Там я выкладываю те же видео, что и здесь, плюс фотографии собак и анонсы выступлений. С шутками для рубрики «Плохие книги» мне помогает Камикесса Маргарита Якобсон. Ссылка на ее телеграм-канал будет в описании видео. А с февраля у меня начинается новый стендап-тур. Первые концерты будут в Рязани, Туле, Липецке и Белгороде. Вся информация, билеты и полный список городов будут по ссылке тоже в описании видео. Еще попрошу вас репостить это видео, потому что кто-то должен нести миру правду. И советуйте в комментариях новые плохие книги, потому что на меня уже странно смотрят в книжных магазинах. За лучшие, то есть худшие рекомендации, буду стараться присылать вам какие-нибудь подгоны. Смотри, какая яркая звезда. Она совсем рядом. Не бойся, эта яркая звезда только кажется рядом. А на самом деле, свет ее добирался до нас тысячи лет. Субтитры сделал DimaTorzok